Здравствуйте, Елена. По профессии вы переводчик. Скажите, вы сами выбирали профессию или родные как-то повлияли? Я долго определялась с профессией, но, наверное, каждый подросток сталкивается с этим выбором. И, конечно же, я думала, кем я хочу стать. И где-то в девятом классе я думала, что все-таки я свяжу свою судьбу с какими-то точными науками. Мне нравилась алгебра, например. Я решала задачи со звездочкой. А потом все-таки как-то гуманитарий во мне возобладал. Мне всегда нравился английский язык. Я очень хотела изучать испанский язык. И решила, что я буду поступать на факультет испанского английского языков в Пятигорском государственном лингвистическом университете. Но потом, буквально недавно, я получила свое второе образование. Теперь я актриса драматического театра. Как начался ваш путь в мире юмора? В мир юмора я попала через КВН. Это логично. Главная юмористическая программа страны на тот момент уж точно. И в этом году КВН 60 лет, юбилей. Я сначала попала в команду КВН нашего университета. Увидела, что идет кастинг. И пошла туда, рассказала анекдот, спела песню. И меня сразу взяли. Ну, сказали, что мы тебя давно уже приметили. Иди к нам. И я потом, буквально, через несколько месяцев поехала на фестиваль в Сочи. Там наша команда уже была отобрана. Сначала в одну лигу, потом в другую лигу. И спустя пять лет мы только попали на первый канал. Ваш образ в КВН был достаточно ярким. Откуда появилось это имя? И не боялись ли вы стать заложицей этого образа? Ну, вначале понятно, что я вообще не понимала, куда я попала. И что у меня за образ? И как это вообще? Да, и вроде как роли играла я разные. Да, я действительно была там и принцессы, и Анастасия из Гардемаринов, и там девочка из Которая Маша и Медведи. Много-много всего. Но действительно образ был какой-то, да, определенный. Это манера игры, манера подачи, манера разговора. Понятно, что я тогда не думала про то, что там закрепится он, не закрепится, просто делала то, что мне нравилось. Потом, когда уже случилось шоу Comedy Woman, да, у меня образ немножко видоизменился, да, я стала более такой уверенной в себе, ну и в жизни, и на сцене. И там уже, конечно, да, доходило до такого, что люди даже не понимали, что я могу нормально разговаривать. Они так думали, что я и в жизни так разговариваю. Ну и активно разрушают стереотип, и, да, снимаюсь в кино, играю в спектаклях, и даю вот такие интервью, где видно, как я на самом деле разговариваю. В своей команде вы были единственной девушкой. Расскажите, каково это? Многие думают, что все там за мной ухаживали, носили мои вещи и дарили цветы. Ну, цветы на самом деле, да. Дарили, например, после наших кастрольных концертов, может быть, не только мне, да, но и ребятам. Но ребята, конечно, все передаривали, может, я сейчас расскажу какую-то тайну, но они все передаривали мне цветы, и это, конечно, было приятно. А в целом было сложно на самом деле, потому что всё-таки вроде как обычный комфорт для девушки, для женщины, да, для мужчин, кажется, это что-то такое недостижимое, и казалось, что я там, не знаю, поймала звезду, что-то требую. Я это поняла, особенно когда я уже попала в женское шоу, да, там все были одинаковые, по сути. Всех были одинаковые потребности, обязательно надо было всем голову помнить перед концертом, например. Сейчас вы стараетесь отойти от сложившегося образа? Я думаю, что, наверное, у меня уже это получилось, потому что можно посмотреть, да, мою фильмографию, мои роли и, там, мои участия в разных других телепередачах. Сейчас меня уже воспринимают как отдельную творческую единицу, да, Елена Борщева, и есть сайт, я веду Инстаграм, соцсети, поэтому там можно увидеть, на что я способна. Не думаете ли вы отойти от юмористического шоу и попробовать какой-то иной проект? Я уже пробую себя, да, и пробую себя в кино. У меня была вот одна роль такая, вообще не комедийная. Я сыграла жертву маньяка в короткометражном фильме, его можно посмотреть на ютюбе. Он попал в лонглист фестивале Кинотавр 2019, и это был очень интересный опыт. Ну, думаю, продолжать пробовать себя с разных сторон. Мужской и женский юмор – это разные вещи? Тяжелее ли женщинам пробиваться? Я не разделяю юмор на мужской и женский, просто считаю, что есть темы, которые ближе к женщинам, темы, которые ближе к мужчинам. А по поводу пробиваться, ну, сейчас на самом деле ситуация изменилась, потому что, когда я начинала, да, был такой стереотип, но сейчас уже очень много шоу, да, много юмористов женщин, есть проект «Женский стендап», и сейчас, мне кажется, уже девчонки доказали, что мы тоже можем. В общем, есть определенные, конечно, все равно сложности, потому что женщины не на все темы, да, могут шутить, у мужчин гораздо больше в этом плане возможностей, вот. Но все равно главное, что девчонки не боятся быть смешными. Чувство юмора можно развить или это надо иметь талант? Я уверена, что чувство юмора можно развить, и я уже 10 лет веду мастер-класс «Как развить себе чувство юмора», и написала книгу «Как поймать юмор за хвост». Вот, это учебник юмора, где написано 10 правил построения шутки и 20 упражнений, с помощью которых можно проработать. Я считаю, что чувство юмора зависит от среды, в которой общается человек, да, и от его желания, потому что если человек все время ищет что-то смешное, записывает шутки, смотрит какие-то юмористические передачи, анализирует, да, сам пробует написать что-то, шутить, то, безусловно, он будет развиваться в этой сфере. Могли бы вы назвать несколько способов, как научиться шутить? Ну, способы есть хоккеи, да, можно играть в разные импровизационные игры, можно придумывать подписи к фотографиям и делиться ими с своими друзьями, да, ну, то есть, когда, не знаю, много смешных фотографий в интернете, и, конечно же, вообще больше интересоваться, больше смотреть юмористических шоу, выступлений и анализировать их. Скажите, чем вы занимались после ухода из Comedy Woman? После ухода из Comedy Woman я тоже пробовала себя в разном, я вела большие концерты, я, у меня была своя программа на радио Юмор.ФМ, писала сценарии, у меня вот авторская группа была, выступала в стендапе, собственно, в стендапе я продолжаю выступать, недавно у меня был сольный концерт, и также снималась в кино, играла в спектаклях, организовала свою школу актерского мастерства для детей. Как появилась идея открыть свою школу актерского мастерства? Ну, во-первых, давно уже сама занимаюсь актерским мастерством, начала заниматься тогда, когда меня позвали играть в спектакли, я поняла, что все-таки моего огромного опыта все равно не хватает для того, чтобы, да, то есть нужно знать и теорию, и практиковать. Вот, я начала учиться, и потом получила образование, и я поняла на собственном примере, насколько актерское мастерство развивает, насколько раскрепощает, и мои дети тоже занимались и занимаются сейчас в моей школе, вот, это пригодится в жизни, и поэтому считаю своей такой миссией собрать весь свой опыт, да, и передать это будущему поколению. Расскажите немного о своей школе. Для кого она? Моя школа для детей от 4 до 16 лет, которые мечтают начать или продолжить свою актерскую или кинокарьеру, которые хотят попробовать себя в таких жанрах, как КВН, стендап, импровизация. Для тех, может быть, кто... У меня несколько таких детей, которые, на самом деле, перепробовали много разных кружков, да, но именно здесь они нашли то, чего не хватает, да, потому что в актерском мастерстве самое главное — это личность актера, и все направлено на то, чтобы раскрепостить и открыть это все. То есть мы занимаемся также сценической речью, импровизацией. Вот у нас открылся новое направление — английский театр, где в конце дети покажут постановку на английском языке, и детям... я вижу, что детям нравится, я вижу, что дети действительно меняются, и я слышу тоже от родителей, что гораздо увереннее стали стихи даже в школе рассказывать, потому что актерское мастерство, оно, даже если ребенок не станет актером, когда вырастет, оно пригодится в жизни, потому что это, конечно, уверенность в себе, да, открытость, и самое главное тоже постоянная тренировка внимания, да, потому что зачастую мы что-то упускаем, упускаем какие-то возможности в нашей жизни, потому что мы их можем не заметить. А актерские упражнения, они как раз фокусируют, учат фокусировать внимание и проявить себя. Лена, что вы считаете самым веселым в своей жизни? Я считаю, что самое веселое, это, наверное, и есть жизнь, потому что когда надо придумать какую-то шутку, не знаю, мне достаточно посмотреть вокруг или вспомнить какие-то случаи. Ну вот, например, да, когда я попала в шоу Comedy Woman, да, и выбирался мой псевдоним, и я сказала, говорю, ну если бы вот у меня папа из Панамы, да, если бы я взяла его там фамилии, отчество, то я была бы Елена Хулиевна, Санта-Мария Герра. Все очень смеялись, утвердили мой псевдоним. И самое смешное, что это действительно могло быть правдой. Понятно, что в паспорте я Сергеевна, потому что жить в СССР с отчеством Хулиевна было бы, конечно, странновато и сложновато. Но вот из таких забавных каких-то мелочей и состоит жизнь. Главное, уметь их замечать.